Украинцы, украинки. Сегодня принято важное решение. Справедливое, юридически безупречное, историческое. Украина подтвердила свое уважение к суверенитету и территориальной целостности Японии, включая ее северной территории, которая пока находится под российской оккупацией. Сегодня я подписал соответствующий указ. Есть заявление Верховной Рады Украины, и мы призываем всех в мире принять подобное решение. Россия не имеет никакого права на эти территории. Все в мире это хорошо знают, и надо, наконец, действовать. Надо освобождать от российской оккупации все земли, которые оккупанты пытаются оставить за собой. Только так мы можем вернуть полную силу международному праву. Устав ООН и весь комплекс договоров и конвенций, на которых базируется международный правопорядок, будут работать только тогда, когда оккупанты будут проигрывать, а народы мира будут защищены от любых оккупаций. Этой войной против Украины, против международного правопорядка, против наших людей Россия поставила себя в условия, когда это теперь только вопрос времени, реальное освобождение всего, что когда-то было захвачено и находится под контролем Кремля. Россия на своем примере покажет всем потенциальным агрессорам мира, что захватническая террористическая война в наше время – это путь к ослаблению и неизбежному разрушению начинающего такую войну. Агрессор должен проиграть. Так и будет. Чтобы такие войны больше не повторились и мир был действительно долгосрочным, ничего не должно остаться захватчиком. Верю, и для наших партнеров справедливость будет восстановлена. Только в течение этой недели наши войны освободили от российского псевдореферендума 776 квадратных километров территорий на востоке нашего государства и 29 населенных пунктов, в том числе 6 в Луганской области. Всего за все время с начала этой наступательной операции уже освобождены 2434 квадратных километра нашей земли и 96 населенных пунктов. И я хочу сегодня отметить бойцов 92-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 25-й отдельной воздушно-десантной бригады за героические усилия по освобождению украинской земли. Хорошие результаты есть и на юге Украины за эту неделю. Каждый день освобождаем мы и там нашу землю и наших людей от псевдореферендума. Обязательно дойдем мы и до земель, оккупированных Россией раньше. Спасибо всем нашим защитникам и защитницам, которые это обеспечивают. За эти 225 дней уже 29887 украинских воинов отмечены государственными наградами. 178 воинов удостоены звания Героя Украины. Такой масштаб мужества и героизма наших бойцов однозначно свидетельствует о том, что Украину не остановить. И каждый из российских ударов, все проявления российского террора против Запорожья, против Харькова, против Николаева, против Донбасса и всех других наших территорий только доказывают, что освобождение всей нашей земли – это единственный фундамент мира и безопасности для всех украинцев. Сегодня принял участие в заседании Европейского Совета. Поблагодарил наших партнеров за восьмой санкционный пакет против России и за всю поддержку для Украины, которая уже предоставляется. Работаем вместе, чтобы увеличить наши общие возможности всех в Европе. Уже начали готовиться и к важным событиям, запланированным на следующую неделю, как в Украине, так и на международном уровне. Будет сильная неделя для нашего государства, будет сильная неделя для нашей обороны. Вечная слава всем, кто сражается и работает ради мира, для Украины. Вечная слава нашим героям. Слава Украине. Слава Украине.